Здравствуйте, представители Знака Зодиака, Лев. Второй прогноз, гороскоп, события на пороге февраля. Давайте узнаем, какобы события в первые недели или с первых дней месяца. Три главных события мы достанем три карты. И, скорее всего, это будет какая-то история, которая могла получить развитие в конце января. Это связано с тем, что 27 января такая планета, как Уран, которая символизирует отчасти разрушение или завершение какой-то ситуации. По Урану никогда не ломается то, что для нас полезно. Чаще всего это уже был какой-то балласт, от которого мы должны избавиться окончательно. Может быть, прежде не хватило нам душевных сил, какой-то вопрос проговорить или окончательно решить. Или всё было либо не время, либо ситуация неподходящая. И здесь вот как раз Уран переходит из ретро-движения в прямое и словно сметает всё на своём пути. Какие-то предубеждения, какие-то наши предположения или, может быть, надежды. Вот есть какая-то реальность. И, скорее всего, вот информация, которую вы могли получить, допустим, в районе 25-го, может быть, кто-то 23-го даже, января, это своего рода прелюдия тех дел, которыми вы будете заниматься в феврале, вполне вероятно. И это будет связано с тем, что вы должны словно выбор или какой-то вывод в своей жизни очень важный сделать. И это совершенно необходимо, чтобы перед собой какие-то чёткие более ориентиры поставить. И если мы плавно переходим в февраль, 10-го у нас будет Новолуния, февраля. И эта дата одновременно совпадает с началом Нового года по китайскому или восточному календарю. У нас начинается год дракона. И 19-го февраля удивительная дата – это когда планета Херон выравнивается с лунным узлом в Овне. Кто такой Херон? Это символ израненного целителя. Херон был могучий кентавр, который владел искусством врачевания, который вылечил Ахилла, помним, да, Ахиллесова пята, но сам пострадал от отравленной стрелы Геракла. И это то время, когда мы можем столкнуться с собственными ранами или психологическими травмами и залечить их, одновременно пытаясь помочь другим. Вот по Херону какое-то удивительное событие, когда, ну, словно какая-то боль вас отпускает. 22-го февраля Венера и Марс соединяются в Водолее, две гендерные планеты. И для многих из нас захочется словно внести коррективы в личную жизнь. Ну, давайте узнаем. Подсказки карт не всегда. Планетарные события совпадают с прогнозами Таро. И первую карту, которую мы с вами достанем, будет называться «Что придет» в феврале месяце. Может быть, с первых дней. Чем вы будете заниматься или что для вас будет важным, приоритетным. Итак, для львов и львиц. На февраль. Что приходит? Может быть, что-то новое. И достанем карту, а что уйдет. Это не обязательно какое-то действие, событие, может быть, и человек. Может быть, это какая-то ваша задумка, план, который вы успеете просто совершить, начав и закончив в феврале месяце. И мы спросим три события, три важных события, может быть, сферы жизни, в которых произойдут какие-то либо новшества, либо новости. И давайте будем узнавать. Итак, что же придет? Сама по себе карта – это импульс или желание, как внутренний инсайт, важное решение. Может быть, действительно новость какая-то. Или вопросы, которые вы будете улаживать насчет детей своих. Такое тоже может быть. Но чаще всего пазжезлов, надо сказать, не самая крупная карта, но как минимум вот в одной сфере жизни что-то очень важное, пусть одно. Может быть, вы на этом сконцентрируетесь. И вокруг новости вашего решения. Или, знаете, когда я окончательно теперь увидел и осознал, может быть, что какую-то историю нужно продолжать в определенном ключе. Или нам хоть и карта не говорит, что вы от чего-то можете отказаться, но, может быть, в процессе выполнения вашего плана приоритеты изменятся. Вот такое тоже может быть. И элемент новизны, конечно, присутствует, потому что начальная карта, вот значит, какое-то как минимум одно событие, которое будет означать, как важное решение в вашей жизни. Для кого-то из вас это новая работа, к примеру. Или новый вид деятельности, новый вид занятости. Может быть, мои дорогие львы и львицы, кто-то из вас отправится изучать что-то. Такое тоже вполне вероятно. Или для кого-то это будет планирование поездки куда-то. Или сама по себе поездка, которая для вас откроет новые перспективы, новые возможности. Может быть, по этой карте и новый человек в вашей жизни. Может быть, этот человек моложе вас. И так может проиграться. Но с элементом обновления определенно есть что-то новое, что входит в вашу жизнь. Может быть, это и личность, повторюсь. А может быть, это что-то, как ваша какая-либо задумка или решение. А что уйдет? Карта император. По императору у нас проходит Овен, знак Зодиака. Или, будем говорить, энергия Марса. Может быть, решимость какая-то решить тот или иной вопрос. Или по этой карте, может быть, мои дорогие львы и львицы, за предыдущий период, с учетом как раз Урана, может быть, в январе вы стали свидетелем или узнали. Или вам пришлось решать какие-то вопросы в высоких инстанциях. Может быть, готовить документы. Или вот как будто пройти через какую-то систему иерархии. Скорее всего, это завершится где-то в феврале в отношении вас. Будет либо принято какое-то важное решение, либо вы получите документ, бумагу какую-то. И само по себе взаимодействие с сильными мира всего. И, видимо, какой-то вопрос вы точно завершите. Здесь словно, знаете, не просто завершить, а как будто поставить печать, подпись, чем-то окончательно разобраться, закрепить, словно это в каком-то документе и начать уже что-то совершенно заново. Или это, как знаете, вот инсайт проходит по пажу Жезлов, что инсайт. Это как, знаете, наша Эврика, когда мы знаю теперь, как я буду действовать, да, и точно знаю, как я не буду действовать, или что мне неинтересно. Так вот, это может быть такое, знаете, как вдохновение, как посыл, когда вы завершили одно какое-то очень важное дело. Может быть, это будет не просто, ну, какой-то мелкий документ. А тут всё же карта императора – это старший аркан, которым вы, скорее всего, занимались, или вы хотели, чтобы вам, может быть, что-то подписали, или какая-то сделка у вас, например, да, состоялась. Но тут не совсем про сделку, потому что всё же по карте императора – это власть проходит. У кого-то и правда, может быть, были вопросы с законом, у кого-то с представителями власти, или какой-то вопрос с чиновниками вы там согласовывали. Скорее всего, вы завершаете и сами как будто для себя открываете новые перспективы. Вы чем-то будете как будто увлечены, и прошлое вас уже не будет тянуть назад, именно потому что расставили все точки над «и». Какой-то заключительный аккорд, который может символизировать как важное дело, которым вы занимались, но и словно завершение на бумаге. Вот давайте посмотрим три важных события, или что это будет, или сфера. И это само по себе приглашение, предложение, или, опять же, новость информации, на которую вам придётся откликнуться быстро. Для кого-то из вас это быстрая поездка, когда собрался и подпоясался, отправился. По этой карте чего-то вы не сможете отложить на потом, потому что кожа железа пока горячо. Решимость определённо будет. Может быть, это как раз с желанием словно обновить свою жизнь. Или внести в новое вдохновение чем-то, заняться тем, что вы долгое время откладывали. Может быть, своего рода мечта, которую вы оставляли на потом, а в феврале вы скажете, ну всё, хватит, баста. Никогда руки не дойдут, пока я сам себе или сама себе не определю. К примеру, вот я занимаюсь этим видом деятельности, или я изучаю, например, иностранный язык, или вы где-то хотели побывать, вот теперь я еду точно. Ну и должна сказать, тут совпасть могут как ваши желания, намерения, так и возможности. И правда, что-то отложить на потом как будто нельзя, иначе время будет упущено. Давайте мы немножко раскроем эту карту и спросим, чем дело кончится, как видят карты. Вот по этому импульсу, по восьмёрке жезлов. А продолжение какое-то тут как будто не кончится, не завершится, а наоборот, что только что-то начинается по жезлов, как импульс. И этот импульс переходит в какую-то конкретику. По Пажам Пентакли мы уже что-то просчитываем, мы уже можем где-то готовить документы или предполагать, если это связано с переездом каким-то или поездкой, как мы будем решать вопросы уже в другой местности. Для кого-то из вас это правда по Пажу Пентакли, это чаще проигрывается работа, зарабатывание денег, новые виды заработка. И вы будете для себя какие-то как и перспективы определять так и готовы учиться чему-то новому. Что-то делать не спеша, как будто в состоянии ученика. Перед тем, как вы наберёте уже какую-то экспертность, когда вы будете профи. Вот это вот внимание к деталям тоже проходит по Пажу Пентакли. И в последующем, даже если правда, мои дорогие, выявится какое-то новое начинание, не важно, чего оно касается или какой сферы жизни. Ведь вот такие важные вехи в нашей жизни, они бывают не так часто, когда мы принимаем окончательное решение. И вот, скорее всего, вы какое-то окончательное решение по тому или иному вопросу принимаете. И уже буквально переключаетесь сразу на то, что вам нравится, то, чем вам приятно заниматься. То, что как раз вот вдохновение и приносит, и в последующем принесёт ещё и деньги. Но это, скорее всего, какой-то длительный путь, как дистанция на несколько лет, на долгие годы. Для кого-то из вас новая профессия, которая в последующем, перед вами вообще какие-то новые совершенно перспективы и возможности может открыть. И, безусловно, сам по себе интерес, если мы говорим, чем дело кончится. Не кончится, тут только что-то начинается. У вас заканчивается решение каких-то важных вопросов. И посмотрите, с двумя пожами это само по себе начало чего-то нового. У кого-то может совпасть. Кстати, как вопрос отношений, так и вопросы работы и заработка. Давайте мы спросим, чем же сердце успокоится? Да, правда, поездка, переезд, отъезд, или к вам приезд человека, или по восьмёрке кубков. Мы долгое время искали выход из создавшегося положения, и вы его находите. И перед вами, знаете, как Вселенная сразу врата распахивает. Понятно, что это иносказательно, но, мои дорогие львы и львицы, вы один вопрос завершаете, в чём-то ставите точку, и словно гора с плеч, или как какой-то вот гештальт закрыли, и теперь полный вперёд. Передо мной, ну, практически всё то, что я только пожелаю. Но по восьмёрке кубков надеемся сами на себя. Не случайно на карте Луна нам придётся ещё в одиночку, как будто пройти какой-то путь. И не случайно начало показывает всё же Паш. Учиться придётся и внимание к деталям. Но выход даже из сложного положения вы точно найдёте. Тут как и возможности, как будто вам навстречу судьба посылает. Но и вы сами готовы выйти к тем, наверное, событиям и реалиям, которые происходят в вашей жизни. Вы не ставите перед собой табу. Тут вы скорее будете легки на подъём. Поэтому вовремя на что-то откликнитесь или чего-то вы тут не упустите. Давайте мы совет от карт достанем. Что они нам скажут? И будет карта праздника вот у нас. Как совет. Как будто не отменяй праздник своей жизни. И если каким-то новым делом или вдохновитесь, вот как раз это через уверенность в собственных силах к вам приходит, потому что у вас действительно закроется какой-то один вопрос, который вам долгое время не давал покоя. И теперь вот то, что вам прежде мешало, оно уходит из вашей жизни. Как будто уходит навсегда. И вот как ни крути, вдохновение помогает устроить себе вот этот праздник. Может быть, это будут новые люди. Как будто и карта-то нам даёт совет. Больше радости в свою жизнь внеси. Или если тебя куда-то приглашают, не отказывайся. Если вас приглашают, ну, может быть, даже как встречи людей, для вас малознакомая обстановка, и людей вы этих тоже не знаете. Словом, быть открытым миру – это не просто само по себе путешествие, а какие-то ещё и новые контакты. Как будто не упусти какую-то возможность, нам об этом говорит карта. И будет праздник, и будут и решения. И, может быть, для кого-то из вас это может означать через новое знакомство, через, если мы допускаем какие-то альтернативные варианты, кстати, развития событий. То есть не ставим каких-то перед собой закономерностей, когда вот должно быть именно так, а допускаем, что оно может быть совершенно как-то по-другому, с учётом того, что, ну, мы всё же люди. И каждый человек, который вам встречается на пути, он как будто не просто так вам дан, а может быть, какое-то общение, которое вас обогатит чем-то, или заинтересует, или просто даже беседа с новыми людьми, знаете, как какую-то идею вы услышите, а потом разовьёте, и у вас получится что-то вот такое удивительное осуществить. Конкретики нет. Всё начинается именно с какого-то либо решения, либо информации, либо вашей решимости. Но перспективы шикарные. Второе событие. Знаете, по рыцарю мечи вы можете столкнуться с человеком, который пытается с вами спорить, что-то вам доказывать по этой карте бунтари без причины. Вот есть такое значение, и может быть, это контакт с тем человеком, которого вы бы и не очень были рады видеть. Но, видимо, придётся в феврале. И карта нам говорит, держи нейтралитет, как будто не надо быть втянутым в какой-то конфликт, какие-то разбирательства. Вам могут что-то доказывать, причём делать это не совсем корректной форме. Держите марку, мои дорогие львы и львицы, чтобы вас не избили с пути истинного. Здесь могут быть люди, которые вас раздражают. Или где-то, может быть, какой-то вопрос, карта говорит, то, чем вы заинтересуетесь. Вы будете искать информацию, как это сделать с позиции, чтобы мне не ошибиться, может быть, в составлении бумаг, каких-то юридических вопросов. Потому что мы ищем правду по этой карте, и мы её как будто находим. И сделать что-то нужно очень рационально. Видимо, у кого-то будет вопрос, который как раз с поиском информации связан. А у кого-то из вас вы можете столкнуться с такими людьми. И в первом, и во втором варианте. Повторюсь, храните спокойствие. Даже когда уже хранить нечего, видимо, выдержка и хладнокровие помогает. И главное, всё же по этой карте, как будто вот, ну, не быть втянутым, как и в конфликт, так и в дела, которые для вас, они как будто не нужны. Словно информация, кстати, может прийти такова, что либо заставляет вас куда-то отправиться. Кстати, по этой карте, если мы говорим «бунтарь без причины», у кого-то может проиграться проверяющий. Правда, мои дорогие, будьте внимательны. Особенно если вы занимаете какой-то пост, тогда точно нужно проверить, где вы ставили подписи, печати, или, может быть, визировали какие-то документы, или если вы занимаетесь цифрами, отчётами, как будто тоже есть смысл перепроверить, чтобы не было каких-то сюрпризов. Вот, наверное, рационализм и хладнокровие, и выдержка вам точно помогает с теми ситуациями, которые, ну, не совсем нас вдохновляют, мягко говоря. Или, может быть, какая-то история, которую вот мы говорим, да, вы за февраль сумеете что-то завершить, и это вам открывает перспективы. Может быть, кому-то придётся и отправиться, и где-то столкнуться с человеком, или с людьми, которые наделены властью. Но здесь власть такая мелкая, не совсем крупная, и поэтому в инстанциях вы можете просто решать вопросы, связанные с документами, или с какой-то отчётностью, или с какой-то ещё конкретикой, с цифрами, может быть. Давайте мы раскроем тоже эту карту, чем дело кончится. Вашей уверенности. Всё под контролем. Может быть, по помощи у человека, который рождён под знаком зодиака, стихии земли, телец, девок, зирок. Может быть и так. Это как иногда по этой карте проходят те люди, которые, знаете, нам словно не спосланы выше. Здесь какая-то помощь сама по себе просто может прийти от человека, который очень здравомыслящий и совершенно безэмоционально, но, я бы сказала, более материально. Смотрит на вопросы жизни, видит какую-то конкретику, способен не поддаваться как эмоциям со знаком плюс чрезмерно. Так его сложно вообще как-то в какой-то минус вогнать, потому что он уверен в сегодняшнем дне. Он в самом себе уверен. И поэтому и в завтрашнем дне он где-то тоже. Поэтому как будто поддержка у вас точно будет. Чем дело кончится. Может быть, помощь действительно конкретно человека. Чем сердце успокоится. Ну вот действительно, все то, что я говорила. Вы что-то завершаете, и совершенно новые перспективы перед вами открываются. Или вы какую-то важную дилемму для себя решаете, закрываете вопрос, и это как будто навсегда. Своего рода такая вот трансформация какая-то происходит, хотя карты трансформации вам не выпадают, но нулевой аркан – это всегда новое начинание. И по этой карте я… Для меня это слова Эйнштейна. Правда, он сказал, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И второй иллюминатов – хаос перед началом творения, так называется, карта нулевого аркана. Поэтому сама какая-то турбулентность в феврале месяце или нам может показаться много непонятного. Но даже, наверное, вот как раз в той области, где у вас эти непонятки происходят, там вот вы как раз этот порядок и наведете. И, повторюсь, тогда и открываются какие-то новые возможности. Вы что-то расставляете по местам. Давайте мы карту совет достанем. Тут не просто расставляете по местам. Посмотрите, у вас два старших аркана. Действительно, завершаю какой-то свой жизненный этап прежний. И иду в новое, с новым вдохновением, с новыми желаниями, возможностями, с осуществлением своей мечты. И словно колесо фортуны пространством действительно помогает. И вы, наверное, не один раз столкнетесь с той ситуацией, что вы не можете чего-то отложить на потом. Так, как восьмерка Жезлов нам об этом говорит. Это первое как бы событие. И здесь-то тоже нам как по колесу фортуны. Как будто вам, ну, назовите это по судьбе, столкнуться, вы были вынуждены пройти какой-то урок, сдать своеобразный жизненный экзамен, чтобы вот это колесо фортуны развернулось для вас совершенно в другой какой-то ракурс. Вообще в этой колоде карт, это карта успеха, удачи. Вы сейчас где-то в феврале находитесь, знаете, как во власти обстоятельств, может быть, отчасти. Всегда, когда старшие арканы, тут не все от нашего желания зависит. И поэтому держать руку на пульсе и не упустить каких-то возможностей. надеяться обязательно нужно на самих себя, как будто похож на штурвал, да, вот этот круг или колесо фортуны. И нам обязательно нужно находиться в центре, для того, чтобы нас словно при развороте вот этого колеса не выбросило. Все контролировать и идти по пути тех возможностей или тех событий, которые у вас разворачиваются. Вот карта ведь о чем говорит? Что вы словно во власти внешних сил, обстоятельств или как судьбоносные какие-то события у вас могут происходить. И понятно, тут у каждого в своей сфере, потому что два старших аркана, но как будто новые возможности вас уже зовут. Третье событие. Предложение. Руки и сердце, кто знает признание в любви по рыцарю кубков. Это как приятная поездка, правда. Может быть, у вас не одна будет приятная поездка в течение февраля. Может быть, встреча с человеком, который вас не просто вдохновит, а увлечет каким-то новым видением мира или какими-то новыми возможностями. Или сама по себе карта может символизировать изменения в личной жизни. Давайте мы ее немножко поясним, раскроем. И чем дело кончится? У кого-то это будет просто хорошее настроение, вдохновение от того, что вы, правда, разбираетесь, может быть, с теми задачами, которые долгое время не то развивались, не то стояли на паузе. И ясности больше наступает. И это само по себе уже, ну, как чувство самоудовлетворения приносит нам и радость тоже. Ну, давайте мы по третьей карте, по этому событию. Чем дело кончится, если мы говорим про личную жизнь? Победой. И карта нам говорит, ты завоюешь победу, лев или львицы, мои дорогие, но вам придется удерживать свой статус. Вам нельзя расслабиться даже в личной жизни. Если вы что-то хотите действительно осуществить или создать какой-то союз, вам необходимо держать руку на пульсе. Но победа в каком-то вопросе совершенно неизбежна. Тут и не одна, я бы сказала, победа. Тут и радость, нам говорят. Тут и словно помощь высших сил, но и самому как будто не плашать. По шестерке жезла в карте победителя расслабляться нельзя. Но это карта результата. И значит, он у вас будет. Может быть, и в личной жизни. Все зависит от того, что вы себе поставили как задачу. Чем сердце успокоится? Еще один старший аркан. Колесница. Да, передвижения у вас будет, наверное, достаточно в феврале. Скучать некогда. И по колеснице это карта перемен. И нам говорят, отпускай прошлое. Мы уже за сегодняшний наш второй прогноз не раз я эту фразу произнесла. И карты так у вас сложатся, мои дорогие львы и львицы. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Не пытайся реанимировать прошлое. Не пытайся удерживать что-то. Вот правда, тут просто завершайте какие-то последние штрихи или последние аккорды для того, чтобы в будущем ничего не напомнило из прошлого. У кого-то это будет связано с документами. У кого-то это будет связано с поездкой, с перемещением. Или просто какие-то события, новости. И по карте колесницы здесь, знаете, такой вихрь перемен у кого-то может закрутить. И где-то это будет. Вот посмотрите, интересно. Первая карта нам как бы больше подсказывает про личную жизнь. Или какие-то приятные эмоции. Но тут выпадает карта победителя. Шестерка жезлов. Это дела работы, бизнес. И рядом старший аркан, колесница. У кого-то, ну, как будто слились воедино. И вопросы личной, может быть, любовной какой-то истории вашего бизнеса, работы или построения вашей карьеры и совершенно новые возможности. Они как будто не то, что зовут вас, мои дорогие львы и львицы. Они вас уже ждут какого-то момента, пока вы поставите вот что-то по местам. И полный вперед. Давайте я достану карту совет. Хотя нам уже, в общем-то, тут посоветовали. Достаточно, наверное, не ставить перед собой табу. Или не притягивать какую-то прежнюю ситуацию. Вы прочувствуете в период февраля, знаете, уверенность, особенную какую-то уверенность с новым вкусом свободы, мои дорогие львы. Это неизбежно. Перемены, посмотрите. Все два старших аркана, которые говорят о переменах Колесо Фортуны и Клесница, они вам выпадают на февраль. Итак, карта совет, может быть, чего-то не упустить. Вот точно. Не время хандре. Не время вспоминать прошлое. Вот эта карта, знаете, как хандроапатия или плохое настроение. Нам тут, наоборот, про хорошее настроение говорят. И вот какая-то прежняя история вам не должна помешать, когда вы можете просто сесть, пригорюнившись, как из разряда на меня накатило, да, вот эти эмоции. И начать вспоминать, что у меня были разриты три кубка. И причем кубки изображены так, что они не видны на этой карте отчетливо. Более отчетливо те, которые стоят, а не которые вот как будто перевернуты. Но человек в каком-то глубоком трауре из-за того, что вообще по пустяку какому-то. Поэтому, если у вас какой-то пустяк не получился или, ну, какая-то история у вас не продолжается, мои дорогие львы и львицы, значит, вам туда не надо. У вас буквально какие-то новые возможности. И карта совет просто говорит, ты их должен увидеть. Нет каких-то скрытостей, подвохов. Не время вообще как к хандре, так и к какому-то глубокому анализу. Как будто это не имеет значения. Мелкая карта. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.